Приветствую вас, давайте разберем ваши вопросы. Постоянно сравниваю себя со свекровью не в свою пользу. Мы с мужем живем, мы с его мамой в одном доме. Так сложилось в силу разных обстоятельств. Мы уже очень взрослые, нам по 35 лет. У меня есть загон, я постоянно мысленно сравниваю его отношения к его маме и его отношения ко мне. И загоняюсь по абсолютно любым мелочам, скажем. За завтраком он посмотрел больше на нее, а не на меня. Ее блюдо похвалил больше, чем мое. С ней он разговаривает на серьезные темы вроде политики, она может поддержать разговор, а я нет. Ее назвал ласково, меня просто по имени. Ее мнение спросил, а мое нет. Каждый этот момент меня цепляет. Естественно, отношения портятся, настроение портится, даже обижаюсь на него. Хотя понимаю безосновательность этих обид. Понимаю, что причина не в нем, не в его маме, а во мне, потому что он уделяет недостаточно времени. Он очень ласковый. Подскажите, как можно свои мозги перестроить? Ну, пожалуй, начать надо бы здесь с того, чтобы перестать обесценивать то, что с вами происходит. То есть, да, вы, конечно, проявляете здравомыслие и критический подход к себе. И в этом смысле вы большая молодец, что так делаете. Правда. Но все же, то, что с вами происходит, на мой взгляд, важно. И как минимум обесценивать это, наверное, не стоило бы. Это первое. Второе. Сравнивание ваше с его мамой связано с тем, что вы не уверены в себе. Причины, истоки неуверенности в себе могут быть самыми разными. Начиная от проблематики собственной реализации, то есть, начиная от проблематики того, как вы себя реализовываете, и заканчивая тем, что вы в целом привыкли обесценивать то, что с вами происходит, например, и в целом привыкли называть то, что с вами происходит, да, ну, неадекватным мозгом, как вы это описываете, как вы об этом говорите сейчас. в этом смысле, конечно, с вами будет происходить то, что происходит. поэтому, для начала было бы неплохо поисследовать то, что, собственно, с вами происходит. то есть, вас это задевает как? Из-за чего? из-за чего вы требуете от себя быть идеальной женой. Вы боитесь, что ваш муж вас бросит. Ну, иными словами, вы боитесь остаться одна. Может быть, еще есть какие-то вещи, которые вас, к примеру, беспокоят. Это надо поисследовать и нужно посмотреть, как это можно скорректировать. Вообще говоря, вообще говоря, на мой взгляд, здесь история, конечно, по крайней мере, пока что больше похожа на проблематику реализацию вашей. То есть, как будто бы вы вот чувствуете себя нереализованной. Потому что мама вашего мужа умнее как-то более разносторонне развита, получается, судя по тому, что вы описываете. Да? А вам как-то вот хочется быть такой же, например. нет. То есть, тут вы, сравнивая себя с ней, ну, проигрываете в этом смысле, да? Проигрываете в этом смысле. Не случайно вы проигрываете в этом смысле. на мой взгляд, вы проигрываете в этом смысле. Потому что игнорируете то, что вы сами могли бы сделать для того, чтобы быть такой, какой вы, какой вы, как вы чувствуете, быть. То есть, эта история про то, для вас. Чтобы несколько, несколько данных задуматься, возможно, о том, как я иду по жизни, как я обращаюсь с собой по жизни, вот, и что я с этим делаю, как я себя реализовываю, если, например, вам, ну, допустим, этого не хватает. Конечно, очень важно и то, какие у вас соотношения с мужем, то есть, да, он может быть ласковым, как, как вы говорите, он на самом деле может быть ласковым, это правда, но не всегда дело только в этом. Я думаю, что когда вы со своим мужем познакомились, я думаю, что он в этот момент, тогда ситуация была несколько иная, чем сейчас. Я думаю, что тогда вы по-другому воспринимали его и несколько по-другому воспринимали себя, нежели чем сейчас. То есть сейчас что-то изменилось. То есть, понимаете, какая штука, вы стали в определенный момент дальше от своего мужа и, соответственно, вам начало казаться, что он ближе к своей маме. Подобные тенденции, на мой взгляд, являются вполне нормальными, вполне адекватными при тех основаниях, при тех условиях, при тех обстоятельствах, которые вы описываете. То есть, с учетом того, что вы живете вместе с, грубо говоря, его мамой, то, что вы описываете, выглядит вполне себе естественно. Потому что мама, будучи человеком близким для вашего мужа, само собой как-то перетягивает внимание на себя. И видится он с мамой каждый день. И вот эта вот история, эта вот история, она не совсем нормальна. То есть, конечно, вы говорите о том, что по разным причинам мы живем вместе. Причины могут быть разные, вы можете быть согласны с этими причинами. Кстати, кстати, это вот в вашем случае, пожалуй, хорошо, что вы согласны с этим, потому что если бы это было еще против вашей воли, то ситуация, наверное, была бы еще более хуже. Но, тем не менее, не смотря на это. То есть, даже не смотря на то, что вы согласны с тем, чтобы жить с его мамой, все же это не совсем естественно. Среда не совсем естественная ситуация, потому что естественно все же, когда взрослые, взрослые дети, да, живут как-то отдельно от своих родителей. Но мы сейчас говорить конкретно об этом, пожалуй, не будем, потому что, ну, понятно, если бы вы могли, вы бы это делали. С другой стороны, а что вы делаете для того, чтобы, ну, вот, как-то жить-то отдельно? Планируете ли вы жить отдельно или нет? Да, это тоже очень важный момент. Если, если не планируете, то это одно, если планируете, то это, ну, то это немножко, немножко, немножко другое. Вот. Поэтому на этот, на этот тоже нужно, нужно обратить внимание. А, как вы понимаете, ситуация здесь такова по большому счету, что либо вы борете за внимание своего, своего мужа, чтобы он от вас, не дай бог, не ушел, не ушел. Либо вы, эм, таким образом реализуете свой потенциал для развития. Вот. И, само собой, я вам, да и никто вам не скажет. Никто не скажет, с чем именно вы столкнулись до тех пор, пока мы с вами не поговорим. Вот. Поэтому очень, очень важно, чтобы вы все-таки пообщались с, эм, с психологом более подробно, более подробно для того, чтобы лучше в себе разобраться. Вот. Чтобы понять, от чего же вы хотите, в чем, вообще говоря, проблема же заключается. Сразу ли вы стали, например, сравнивать себя, эээ, ну, с его мамой, да? Или не сразу вы стали это делать. То есть, эээ, вот. После какого момента, что изменилось? Далее необходимо говорить, эээ, вашему мужу о том, что с вами происходит. То есть, эээ, в каком смысле говорить, да? Если вы говорите о своих чувствах только в контексте обиды, то, конечно, это, эээ, довольно, эээ, серьезная проблема, потому что ваш муж вполне может это и не воспринимать. То есть, ну, если вы ему говорите, например, только в контексте обиды о том, что с вами происходит, он может, эээ, к этому, ну, так скажем, относиться, ну, вот, скептически он может к этому относиться, настороженно он может к этому относиться, так как он относится. Кстати, эээ, вы ничего не пишете о том, эээ, говорили ли вы ему о том, что вас, ну, что вас беспокоит, что вас обижает, что вас задевает и так далее. Или вы сразу приходите, как бы, вот, эээ, ну, к обидам, да, и, собственно, все на этом заканчивается благополучно. Вот. То есть, тут тоже есть, само собой, эээ, некоторые нюансы, на которые нужно обратить, обратить внимание, как минимум, да? Понимаете? Понимаете, понимаете, эээ, понимаете, что я имею в виду? Понимаете, о чем я говорю, да? Да, вот, даже если вам как-то вот, например, тяжело или если вам, допустим, не хочется об этом говорить, вас это уже волнует, вас это уже волнует, вас это уже тревожит, соответственно, игнорировать, игнорировать это нельзя. Условно говоря, дальнейшее, дальнейшее игнорирование, ну, приведет к тому, что конфликт будет, ну, будет накапливаться, вот, и это начнет рано или поздно влиять на то, как вы. Взаимодействуйте со своими уже, то есть, если сейчас это плюс-минус не влияет, да, никак, допустим, ну, сейчас, на данный момент, вот, то может начать влиять, конечно, в будущем, вот, поэтому очень не рекомендую вам, продолжать зажимать то, что, ну, то, что с вами происходит, вот. Ни к чему, ни к чему хорошему это не приведет. Как вы общаетесь с мамой мужа? Тоже очень серьезный вопрос, потому что, если с мамой мужа вы общаетесь как-никак на дистанции, например, какой-то, да, допустим, то это один момент, это одна история. Если вы общаетесь, ну, с мужем, с мамой мужа достаточно брюшевки, это, безусловно, плюс, вот, ну, это, наверное, желательно, скажем так, ну, корректировать. То есть, либо вы как-то вот перегибаете, допустим, палку, то есть слишком близко взаимодействуете с мамой. Либо, наоборот, как-то как-то вот себе ограничиваете, что даже не дают вам почувствовать, ну, отсутствие, скажем так, в ней, в маме смысле, какого-то, значит, какого-то конкурента, да, скажем так. То есть, опять же, это довольно важный момент. Ну, на что еще хочется обратить внимание, пожалуй, на то, что несмотря на то, что вроде как вы говорили, что, ну, что вас надевают, что вас цепляют, что вам неприятно, что вам тяжело, да, все равно вот как-то по факту, по факту именно, то есть о том, как конкретно вас это цеплять, что-то непонятно, то есть сами вы об этом не говорите. А может быть, не знаете, допустим, ну, такой, 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 вариант может быть, да, что вы не знаете сами, не знаете сами, чем вас это, например, цепляет, да, и чем вас это напрягает, допустим. А может быть, ну, может быть, ситуация в чем-то еще, в любом случае, здесь с этим нужно разбираться, вот, чем быстрее, тем лучше. Ну, 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 на мой, на мой взгляд. Вот, пожалуй, как-то так я бы мог вам ответить с точки зрения психологии, с точки зрения, с точки зрения психотерапии. Я надеюсь, что вам это было интересно и полезно. Я надеюсь, что вы дадите некоторую обратную связь. По моему ответу, это позволит вам начать над собой работу. Это позволит вам сформулировать, скажем так, базовые, базовые, какие-то вот, базовые постулаты для психотерапии. Вот, это позволит вам это сделать. Я желаю вам всего самого доброго. Я желаю вам удачи. Обращайтесь, собственно говоря, за помощью. Вам помощь, на мой взгляд, вне... На мой взгляд, вам помощь нужна. Вам помощь пригодится. И, собственно, по моему мнению, без нее всего, проблему решить. Ну, на мой взгляд, по крайней мере, невозможно. Вот. Всего вам... Всего вам самого доброго. Обращайтесь. Продолжение следует.